Всем привет, с вами Клеопатра! Сегодняшнее видео затронет весьма необычную тему, о которой, на мой взгляд, слышали далеко не многие. Я расскажу про кланы типа FVA, в одном из которых я сейчас нахожусь. Английская аббревиатура расшифровывается как Farm War Alliance, и, соответственно, как вы понимаете, речь пойдет далее не об одном конкретном клане, а о целом Альянсе. 28 апреля 2016 года в Альянсе было 204 клана, но на сегодняшний день эта цифра гораздо больше. Альянс насчитывает более 380 кланов по всему миру. Согласитесь, это просто огромная цифра, ведь обычно Альянсы в Клэше состоят, ну, максимум из 10-20 кланов. Из русскоговорящих кланов в этом Альянсе всего лишь три участника. Это клан Кавказа, который меня пригласил для знакомств системы FVA, и который в апреле этого года был единственным русскоязычным кланом в данном Альянсе. Также клан Амстердам и Казахпро. Занимательно то, что месторасположение кланов Альянса FVA всегда одно и то же, Лесотто. Выбор именно этого государства зависел изначально от двух причин. Во-первых, как вы понимаете, в Лесотто не так много кланов, и, к примеру, в той же Франции их гораздо больше в десятки и в тысячи рас, и поэтому довольно легко искать друг друга, когда все кланы Большого Альянса имеют одно и то же месторасположение. Они как бы заняли одну нишу, в которой они все и находятся. А вторая причина была такова, что, по словам самих ребят, кто входит в Альянс FVA, создатель этого Альянса на самом деле живет в Лесотто. Изначально фарм Варм Альянс создавался, чтобы идти против системы Суперселла. И цель Альянса такова — собрать в одном месте желающих фармить и тех, кто хочет просто хорошо проводить время. Звезды и победы здесь абсолютно не важны, самое главное — это фарм. Ну что ж, давайте тогда разбираться, как все это дело работает. И самое важное, наверное, то, что кланы по очереди выигрывают КВ, а проигрыши и выигрыши заранее спланированы, по системе которой я расскажу чуть позднее. Все кланы имеют между собой похожие базы, с которых легко взять три звезды практически любой армии. Это позволяет кланам Альянса быстро получать опыт клана и, конечно же, забирать хороший бонус с КВ. На первый взгляд покажется, что тут какой-то подвох, который пока мы еще с вами не улавливаем, но он явно есть. Ведь зачем проигрывать КВ и главное, как это сделать, как можно фармить на других и вообще, как все это дело работает. В этом и заключается основная задача Альянса — обеспечить слов друг с другом. КВ крутится одновременно, для всего Альянса, то есть более 380 кланов в одно и то же время закручивают клан ВАР и, конечно, славливают друг друга, ну где-то в 98-9% случаев. Таким образом, получается, задача Альянса сделать так, чтобы кланы, которые входят в Альянс ФВА, обязательно славливались между собой и играли друг против друга. Победа и поражение для каждого клана, как я уже ранее говорила, заранее высчитывается по довольно непростой схеме, которую вы сейчас видите у себя на экране. Администрация Альянса ФВА придумала таблицу синхронизации. Существует два вида синхронизации, которые может быть, во-первых, это высокая, high, и низкая, low. Низкая синхронизация — это цифры, высокая — это буквы. Синхронизации чередуются между собой по решению администрации Альянса и могут быть изменены в любой момент времени. Клан, который должен будет победить, высчитывается по хэштегу. И помимо выбора типа синхронизации, также выбирается символ, по которому будет проходить сравнение — первый, второй или третий. Я думаю, чтобы было все понятнее, гораздо будет проще объяснять это не на словах, а показать на конкретном примере. В качестве примера давайте рассмотрим хэштег клана Кавказ и сравним его с хэштегом другого клана из Альянса ФВА, с которым у ребят недавно была война. Если в первом случае мы рассмотрим с вами высокую синхронизацию уровня high и будем сравнить по второму символу, значит нам придется сравнивать по буквам. Вторая буква в хэштеге у Кавказа — это буква Q. У оппонента буква L. Q, соответственно, находится гораздо ближе к букве Z, соответственно, в данном случае при этой синхронизации клан Кавказ одержит победу. Если же в качестве синхронизации будет выбран низкий уровень low и, например, сравнение происходит по первому символу, то будут сравниться между собой цифра 8 и цифра 2. В этом случае уже наоборот — двойка находится гораздо ближе к нулю, и поэтому при такой синхронизации клан Кавказ должен будет одержать поражение, а их оппонент, соответственно, выиграть битву. Я думаю, что на этих двух примерах уже можно понять, как работает вся эта схема, и на самом деле здесь нет ничего сложного, самое главное — это понять ее принципы. Теперь, когда с системой побед и поражений стало более-менее все понятно, переходим к самим атакам. Как вы видите, базы тут не только простые для взятия, но и однотипные. Они строятся по одному шаблону, чтобы каждый игрок знал, где и что расположено. За нарушения в построении баз могут накладываться штрафы вплоть до изгнания из Альянса. Вот, например, на этой картинке видно, что арбалеты направлены на землю, а вот тут уже один из арбалетов поставили на воздух, что противоречит правилам. Такая, казалось бы, малейшая деталь уже приведет к получению выговора и, возможно, даже наказания со стороны администрации Альянса. И я думаю, сейчас у многих уже появился вопрос, как же попасть в этот Альянс, что для этого нужно сделать? Берут туда только кланы, которые полностью подходят по параметрам. В составе кланы должны быть 10 ТХ-11, 20 ТХ-10 и 10-15 штучек ТХ-9. Именно с таким раскладом могут взять в данный Альянс, если вы полностью подходите по всем параметрам прокачки баз. Однако, как вы понимаете, не всегда получается все так удачно, что ребята славливаются друг с другом. Даже среди этих 380 и более кланов иногда может быть ни слов. Конечно, происходит это очень редко, но такое все же бывает. В этом случае в клан оппонента приходит представитель от Альянса ФВА и предлагает вынести у первых двух игроков ТХ за забор. Они же, в свою очередь, ставят такие базы, которые будет легко снести. И таким образом вы получаете либо свой тотал, либо же можете не забирать все базы, а просто пофармить на, допустим, первых двух базах, таким образом получить огромный бонус. Ну и по звездам также можно будет договориться. В любом случае, клан из Альянса ФВА предложит вам те условия, которые для вас, конечно же, выгодны. Потому что основной задачей для этого Альянса является игра именно между собой, а не за пределами своего Альянса. Поэтому играть с какими-то КВшными или другими кланами для них не представляет никакого интереса. Таким образом, если вам вдруг попадется клан из ФВА, то считайте, что это ваша золотая рыбка и можно сразу прикидывать, что ставить на улучшение после конца КВ. Также существует сайт Альянса, ссылку на который я оставлю под описанием к этому видео. Там перечислены все кланы данного Альянса. Таким образом, вы всегда сможете проверить, действительно ли ваш оппонент является участником Альянса ФВА, или он просто прикидывается, чтобы вас обмануть и поставить анти-трешки за 5 минут до начала КВ. Среди участников ФВА обман оппонента запрещен и карается изгнанием из Альянса. Поэтому, если вы договорились с ФВА кланом о победе, тотали или фарме, вы можете быть сразу уверены, что свое слово, ребята, сдержит. И, конечно же, у вас будет и хороший бонус, и победа. Ну, а они, в свою очередь, сыграв с вами, пойдут дальше. Кроме того, наверное, очень важным моментом является то, как происходит подбор соперника даже среди кланов Альянса. При подборе на следующее КВ клан каждые две недели высчитывает свой вес. Сделать это можно по двум распространенным схемам. Одна из которых, я думаю, известна всем тем, кто когда-либо устраивал дуэли, участвовал в турнирах и так далее. Вес высчитывается по луту, который может получить ваш оппонент с вашей базы, имея такое же ТХ, как у вас. Это один из способов вычисления веса своей базы. Кроме того, есть второй способ вычисления веса. Вы смотрите, сколько золота на КВ-шной карте лежит у того или иного игрока из вашего клана, умножаете эту цифру на 5 и таким образом получаете вес базы. При обоих способах результаты получаются одинаковые. Здесь, конечно, только на вкус и цвет, как говорится, выбор остается за каждым. Так вот, именно вот эти данные каждые две недели кланы из Альянса ФВА отправляют в администрацию, чтобы админы ФВА знали, сколько весит тот или иной клан и примерно прикидывали, кто с кем может словиться. Кроме того, помимо ФВА существует еще другой Альянс Farm War Alliance Light. Это практически то же самое, что ФВА, но в этот Альянс входят те кланы, которые ожидают своего уступления в ФВА и еще полностью не набрали весь необходимый состав. Таким образом, можно сказать, что это как бы академка ФВА, где находятся ожидающие своего часа славы кланы, которые хотят попасть в основной Альянс, где находятся уже более 380 кланов. Вот это, пожалуй, вся информация о том, что сейчас происходит в Альянсе ФВА, как ребята живут, чем дышат и как у них происходит сама игра. Кроме того, хотелось бы сказать большое спасибо Славе Беляеву за предоставленную информацию и вообще за идею создания данного ролика. И, конечно, передать большой привет клану Кавказ, сказать им спасибо за теплый прием и надеюсь, что у ребят в дальнейшем все-все будет хорошо. Ну а всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно же, оставляйте свои комментарии, пишите свое мнение насчет данного Альянса, высказывайте, что хорошего есть в нем, что плохого. Все это, конечно же, очень интересно будет почитать в ваших комментариях. Всем удачи, хороших войн и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok